Доброго времени суток, с вами Людмила. Сегодня 57 день малоедения, 25 июня 2019 года. Я поднялась, наконец-то раскрыла глаза в 5.40. У меня идёт сопротивление по сну. То шло сопротивление по еде, теперь по сну. Я просыпаюсь и в 2, и в 3, и в 4, но у меня внутри в голове идёт такое, что не хочу вставать, хочу спать. То есть я хочу не вставать, а спать, дремать. Вообще не просыпаться хочу. Что-то внутри меня заставляет меня спать. И это очень интересный опыт, потому что, во-первых, у меня что-то где-то болит по телу. Потом такого плоского живота, как было в начале эксперимента моего, нет. Но вес, да, снизился у меня очень сильно, 56. Сейчас килограмм бегает, у меня всегда так. Когда было 70 килограмм бегал, 71-70, когда было 60 или 66 килограмм туда-сюда бегал. Теперь у меня 56, и килограмм туда-сюда бегает. Ну, в смысле 57, 56 с половиной, вот так. Пока 55 не было. Вчера я съела пирожное, тирамису. И результат тот, что вечером, перед сном, у меня где-то в часов 8 сильно начала шуметь голова. Прям шум в голове. То есть у меня вот эти микропаразиты в крови, которые едят глюкозу сладкое, размножились, их стало там больше. Я их подкормила. Микропаразиты – это наши иммунные клетки, наши, вообще наши клетки, которые преобразовываются. При неблагоприятных условиях они начинают преобразовываться в бактерии, в вирусы. И во всякие микропаразиты. Они не берутся ниоткуда. Они просто превращаются. Когда мы нормально себя ведем, нормально кушаем, нормально пьем, спим, делаем гимнастики, даем себе физическую нагрузку, то они преобразуются в нормальные иммунные клетки. Ну или там эритроциты. Эритроциты – это мистика, но мне идет так. Поэтому надо все-таки мы состоим из программ и менять программы. Силой воли, силой мысли менять свои программы на позитивные. Если ты начал мало кушать, то так и кушай мало. Вот я сейчас ввела в свой рацион геркулес. Ну геркулес – это лишний крахмал, я считаю, потому что цельнозерновую кашу я не нашла, а геркулес уже обработан. Он не очень хорошее питание. Можно сказать, вообще не хорошее. Но там есть, конечно, вот эти долгоиграющие, долго переваривающие сложные углеводы, которые нужны нам не глюкоза и фрукты, ягоды с утра, а сложные углеводы. Но я пока этот эксперимент буду проводить с геркулесом, пока не найду цельнозерновую крупу геркулеса у этого овса. Это же овес. Геркулес – это овес. Лошадиный корм, как считают многие. Меня один раз смеялись надо мной, что я ела овсянку, и что я скоро буду ржать. Говорила эта полная женщина, очень полненькая, молоденькая, с пухленькими губками мне. Но я себя тогда чувствовала очень хорошо. Геркулес на переходных периодах очень хорошо. Ну вот моя основная мысль, что эксперимент продолжается, и выходят всякие сопротивления внутри. Прямо сильное сопротивление. И по еде хочется что-то скушать, мучное. И по питью хочется сладкого. То есть все вредные привычки, навязанные кем? Хочется сказать, социум, матрицей. Но это же проверка. Тебя проверяют. Я вчера слушала видео про биороботов и узнала, верно это или неверно. Сомнения тоже идут от инсектоидов. Что 95% биороботов, биомассы, у которых души нету. Они просто созданы для массовки. А кем созданы? Вопрос. И всего 2% среди 7,5 миллиардов людей, человечества, 2% Посчитайте, сколько это будет. Игроков. Людей с душой, которые здесь воплощены. И для них создана вся эта массовка. Среди этих 5% 2% операторов, а 1% это инопланетян. Я так это поняла. Инопланетян там и других рас. Ну, лемурийцы там. Атлантийцы, еще кто там. Русалки, атлантийцы. Ну, другие, короче, расы. Еще я узнала, что плоскоземельщики, это такие люди, которые любят собирать лайки и ради хайпа могут вам наврать что угодно. Кому-то выгодно, чтобы была теория плоской земли. Потому что внутри нашей земли есть рай, асгард. Там живут боги. Там живут те, кто развился лучше, чем мы тут на земле. Но мне не дают развиваться. Прям не дают вот эти вот программы внедренные. Раньше мне было даже легче развиваться, чем сейчас. С возрастом. Но у меня возраста нет. Я хочу программу старения снять. Но я имею в виду по мере дальнейшего опыта все тяжелее и тяжелее развиваться духовно. Пока мои такие мысли. До встречи в следующих видео.